всем привет ребятишки ну мне прям вот смешно маленечко становится сейчас вот расскажу такую ситуацию но маленечко отклонюсь от темы тема сегодня у нас будет по поводу кушания еды именно хлебобулочных изделий короче я думаю многие знаете вот такую фигню в интернете есть программка такая чат рулетка но в ней там очень много народу сидит вот именно допустим выбираешь страну и вот допустим по россии там или во всем мире вот обычно я захожу там бывает 100 тысяч человек сидит онлайн и рандомно допустим начинаешь с кем-то общаться рандомно тебе интернет выдает именно какого-нибудь человека ты кого захочешь того не найдешь человека этого конкретно поиска нету вот он автоматически просто дает кого-нибудь собеседника любого собеседника вообще это просто рулетка вот представляете друзья зашел я короче смотрю человек но он пролистался автоматически видать беседовать не захотел и второй человек у меня угадал смотрит на меня лицо я бы привет я говорю как дела по коронавирусу то такой смотрит смотрит такой о начинает называть мое имя и фамилия но я такой думаю да нифига себе а я походу привязал к фейсбуку эту программку и думаю высвечивается моя фамилия но думаю такой ну да типа такое сам думаю про facebook думаю так дофига кто узнает кто я это потом такое начинает говорить муж я говорю а ты кто такой тип 1 гора я дак муж с тобой говорит служили но я смотрю на лицо вообще понять не могу чё за фигня чё за человек вспомнить не могу начинает говорить не роту тут мне вообще не до смеха становится я начинаю понимать что он знает мою роту откуда вы думаю в социальной сети там у меня не написано ладно короче потом такое мне начинает говорить фамилия но не свое я груда это не ты чё гонишь но в итоге я присматриваюсь что-то такое маленечко чуть-чуть подумаю макс ты что ли и представляете да оказался человек с моей роты но не моего призыва на полгода младше короче 13 лет меня не видел даже 14 получается и мы нашлись ну просто вот встретились в чате рулетка вот представляете какая вот фигня бывает друзья ладно ну вот эта тема ушла сейчас которая тема вот я сейчас просто сел чай попить уже второй день подряд вчера в общем-то я сел короче пить с булочкой булочка называлась фантазия но я не знаю поваров наверно офигеть какая фантазия была и они нафантазировали и решили сделать так чтобы у нее в этой булочки были сантиметров по 10 волосы прямо такие прям такие светлые прямо русые волосы прямо такие но я не знаю с ними наверно очень вкусно есть и как бы вот булочку так я зажевал вообще классно короче половину булочки съел представляете друзья и в конце я уже можно сказать обнаружил что там волосина вот это ну я обрезгливый человек но как бы я сдержался унес я эту булочку отдал представляете друзья воронку в одну воронку снаряд не падает два раза но думаю карен с вами буду я ваши булочки брать пришел сегодня в магазин взял и пирожки взял от пирожки вот такие вот но я буду говорить где я нахожусь вот взял вот этот пирожок с ливером два штуки таких и один взял с капустой думаю с капустой я вообще не ем пироги тем более магазинские домашние их можно сказать не ем ну тут решился с капустой взять думаю попробую вкусный не вкусный мне обычно капуста должна быть там которая маринованная вот такую я могу есть а свежая у меня потом почему-то желудок начинает мозг парить ну и взял я сегодня этот пирожок ну что вы представляете нагрелась я кофе налил кофе заварил кофе беру этот пирожок с капустой откусываю только жевать и пирожок такой оттягивает арта и смотрю там вот такая волосина черная торчит ребята вот представляете я вообще в ахуе был извиняясь за это слово я сказал да ну нахуй до такого быть не может и пошел в магазин ребята отдал эту булочку и представляете это был черный волос а там два пекаря работы вот представляете ребята сколько они могли напексти таких вот волосатых булочек я не представляю если был булочка фантазия то этот пирожок я не знаю как называть море качан волосатый всем пока подписывайтесь на канал оставляйте свои комментарии